Добрый день, раба Божья Галина, отец Дмитрий, я вот православная, читаю Библию, но мне бы очень хотелось почитать Коран, грех ли это или нет? Да нет, пожалуйста. У меня в кабинете два издания Корана, ну сейчас-то я уже давно не читал, но время от времени открываю, читаю, иногда что-то нужно посмотреть, а какой тут грех? Это памятник религиозной жизни из севера Африки, очень интересно. К сожалению, мы не по-арабски читаем, только в переводах, но что уж есть. Бабушка, а не возникли ли смущения? Потому что, может быть, есть вещи такие, вполне логичные. А любое смущение, оно от дьявола. Какое может быть тут смущение? Даже не представляю. Ну, я вот просто знаю людей, которые вникают в смысл, например, мусульманства, и им очень нравится. Потому что то мусульманство, которое прописано, оно резко отличается от того, что мы видим. Обожди. То христианство, которое прописано в Евангелии, они резко отличаются от того, что мы зачастую видим в храме. Что мы часто видим в храме? Шум, гам, хамство, злобное друг к другу отношение. Это что? Христос этому учил? Так что, чё ж. И если ислам привлекателен, то именно за счёт того, что там содержится нечто, что близко приближается к истине. Там учение о едином Боге, например. Ведь те бедуины, которые приняли ислам, они же сначала были язычниками. Для них это был огромный шаг вперёд. Ну, а потом, если бы я жил где-нибудь в Узбекистане, Киргизии, да я обязательно бы пошёл на основу мусульманской культуры, Но чтобы изучить ту веру, среди которой я живу, очень же интересно, какие представления у людей. Потому что сами-то они, конечно, уже давно не мусульмане, и плохо знают, что это такое. Но их предки, они это впитали в себя через быт, через взаимоотношения людей. Поэтому это очень интересно и полезно. То есть чтение Корана не будет вредным? Конечно.